Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, 15.03 в Москве. Время поговорить о том, что происходит на финансовых рынках, как всегда, в студии Сухого остатка. Значит, тема сегодняшнего эфира, так мы ее обозвали, какие события определяют движение российских индексов. Ну и традиционно мы поговорим не только о событиях, определяющих динамику на российских площадках, но и в целом посмотрим на то, что нам ждать в ближайшей, средней и долгосрочной, может быть, даже перспективе. Сегодня в гостях Сухого остатка с удовольствием представляю моих коллег Сергей Мурафер, начальник аналитического отдела управляющей компании Агана. Добрый день, Сергей. Добрый день. И в студии Олег Шагов, аналитик, промсвязь банка. Добрый день, Олег. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Как всегда, у вас есть такая возможность. Для этого вы можете позвонить по телефону. Телефон студии 6510-996, код Москвы 495. И для этого же есть электронный адрес, электронная возможность. Сайт компании finam.fm. Можете написать свой вопрос, ну или просто поделиться своими личными мнениями на этот счет. Ну что ж, начиная эфир традиционно, мы смотрим, что происходит сейчас в моменте на финансовых рынках. Начнем с закрытия вчерашнего американской торговой сессии. И Dow Jones, и Nasdaq, и S&B 500 закрылись вчера положительно. Практически по проценту прибавил каждый из индикаторов. Ну, CP как минимум закрылся по 1588, что вполне неплохо. Азиатская сессия сегодня выделяется из общей динамики, я бы так это сказал, потому что Nikkei просел чуть больше процента, и Shanghai Composite продолжает падать. Но, видимо, уже по инерции. И еще 0,4% он потерял на сегодняшней сессии торговой. Ну, а Европа и мы вместе с ней сегодня выглядим неплохо. Европа прибавляет в лице FTSE 100 почти процент, а наши индикаторы и того более. И того более. В частности, индекс РТС чуть больше 1,2% в 1258. Текущая котировка ММВБ и еще лучше 1,5% в 1316. Рубль сейчас заперт в узком диапазоне. Поддерживает его, ну или как минимум не дает ему дальше валиться экспортеры, как мы знаем. Смотрим на сырье и на Форекс. Бренд. Бренд, в принципе, тоже почти не шевелится со вчерашнего дня. Выше 101 доллара за баррель стоит этот сорт нефти, 101.24. Золото продолжает, тем не менее, да, ответственное падение. И уже 1220 долларов стоит Ройская унция. То есть цифра в районе 1100, по-моему, да, мы так некоторое время назад уже не кажутся далекой. 1220 стоит, да. Значит, дальше смотрим на Форекс. Евро-доллар упал таки ниже 1.31. Вчера он пытался там закрепиться каким-то образом. А сейчас идет к 30-й фигуре 1.30.25. Его текущая котировка. Ну и приятно смотреть на набор голубых фишек. Все они сегодня позитивны, все они сегодня зелены. Можно отметить АвтоВАЗ 3.5% прибавляет тон. Акции ВТБ почти 2.5%. Газпром 1.5%. Выше 110 долларов торгуется бумага. Норникель 2%. Почти 3 МТС. Ну, в общем, праздник живота. Сургутнефтегаз 2.8. Красотища. 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 Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Олег, тебе первый вопрос. Ну, если говорить о событиях российских рынков. Вообще, вот что происходит сейчас? Что это? Это начало долгосрочной, позитивной, многолетней, восходящей тенденции. И сейчас надо все срочно, быстренько покупать и радоваться жизни. Трудно сказать, начало ли это долгосрочной, восходящей тенденции. Я бы в текущий момент сказал, что индекс МВБ, если говорить об этом фондовом индикаторе российском, он находится в районе отметки 1300 пунктов. И совершает там какие-то колебания. То выше чуть-чуть пойдет, то ниже чуть-чуть пойдет. На мой взгляд, здесь сложилась некоторая зона безразличия. В том смысле, что до тех пор, пока индекс МВБ не поднимется выше уровня 1330 пунктов, то есть не закроется белой свечой по концу дня выше уровня 1330 пунктов, или опустится ниже уровня 1270 пунктов, это минимум текущего года. Это уже закрытие черной свечой, в свою очередь, ниже этого уровня. Ничего существенного не происходит. Какие-то боковые колебания при не очень высоких оборотах торгов. Стоит отметить, что и в самом ликвидном инструменте российского фонда рынка, это фьючерсный индекс РТС, мы видим снижение объема открытых позиций. То есть в конце полугодия и квартала, ну, вот, невозможно какая-то консолидация на текущих уровнях. Надо сказать, что чисто с сезонных факторов, конец июня, начало июля, обычный российский рынок подрастает. Это бывает далеко не всегда, но зачастую такое случается. И здесь мы можем, конечно, отыграть те потери, которые мы несем уже по индексу РТС практически пять месяцев подряд. Снижаемся второй квартал, но снижаемся достаточно вяло. В целом, индекс РТС, индекс МВБ, когда падают два квартала, они падают на достаточно существенную величину. Речь идет о 20-30% каких-то случаев. Но сейчас мы сползаем достаточно вяло. И, в общем, скорее ждем то, что будет происходить во внешнем фоне. Как всегда, для нас ключевые факторы – это поведение ведущих мировых фондовых индексов. Сейчас мы видим, что и в Штатах наметилась некоторая коррекция американского рынка, и в Европе такая коррекция. И вот в последнее время еще фактор стал азиатский фондовый рынок. Там Китай в последнее время беспокоит инвесторов, кризис ликвидности. И тоже люди реагируют, когда китайский фондовый рынок проваливается по пять процентов. Мы открываемся, в общем, не очень хорошо на этом фоне. Ну, что логично, наверное, да? Да, вполне логично. Естественным образом ситуация в Китае влияет на динамику цен на сырье. Поскольку Китай обладает достаточно большими запасами металлов, и в условиях кризиса ликвидности спрос на эти металлы ослабляется. И вообще в целом на сырье, в том числе и на нефтномераловых рынках. Поэтому мы видим здесь какое-то негативное влияние и на акции металлургических компаний. Когда проседают цены на металл, никель и медь на этой неделе достигли практически трехлетних минимумов, как физические металлы. Это неблагоприятно для российского фондового рынка и особенно для металлургического сектора. Сам индекс металлургического сектора, если об этом говорить, он где-то припал почти на 32% с начала года. Что, в общем, отражает ухудшившуюся конъюнктуру на рынке металлов. Кроме того, я бы оборблял внимание на то, что растет волатильность фондового рынка, как еще одно событие и на Западе, и в России. Индекс волатильности, который еще называют индексом страха инвесторов, он находится практически на годовом максимуме. Кроме того, мы, безусловно, подвержены влиянию потоков капитала. По последним данным, от нас продолжается отток капитала, хотя он несколько снизился относительно того, что мы видели раньше. Но, тем не менее, притока капитала нет, и это, в общем, не способствует подрастанию российского рынка. Ну, безусловно, также на нас влияют данные макроэкономической статистики, какие-то отдельные корпоративные новости. Истории мы видим, что даже в целом в рамках общей такой негативной динамики российского фондового рынка отдельные эмитенты на корпоративных новостях демонстрируют достаточно неплохой прирост. Ну, из числа последних можно выделить, ну, АТЭК. Спасибо, Олег. Чуть позже мы о них поговорим. Сереж, вот твое мнение по этому же поводу. Именно если пока сосредоточиться на движении на российском рынке, это какие-то сиюминутные события, да? То есть глобальной идеи никакой все-таки здесь нет, скорее всего. Согласен. Сейчас глобальной идеи нет, но я бы добавил несколько пессимизма к выступлению коллеги. Да-да-да. Ну, в принципе, мы все так оптимистично очень настроены. Пессимизм не нужен. Значит, настораживает в последнем движении тот факт, что сейчас, в последний месяц, мы наблюдаем фронтальное снижение по всем сегментам рынка. То есть у нас падают банды, падают акции, падают товары и растет доллар. То есть это симптомы такого недоброй памяти восьмого года. Да, предкризисного состояния. Да-да-да. Когда люди просто выходят в ликвидность. Проблема китайской ликвидности, на нее смотрят уже не первый год. И, честно говоря, мы ожидали, что вот этот вот кризис состоится где-то год назад. Но тогда... Кризис в китайской? Да-да-да. Вот именно проблемы с кредитованием, с наличностью и так далее. Но тогда этого не случилось. Все это всплыло сейчас. Банк Китая пока успокоил рынки, но у нас ожидания не самые радужные. То есть это еще не финал, да? По-моему, нет. По-моему, нет. Если бы это была такая мелкая заминка, я думаю, при жесткой вертикали, которая имеет место в Китае, я думаю, что... Все бы быстро решилось. Отряд бы не заметил потери бойца. Вот. Раз это вылилось сюда и сопровождается вот этой фронтальной распродажей на всех мировых рынках, ну вот, пока мы подождали бы делать оптимистичные выводы, что пора, может быть, что-то и культуру. Кстати, насчет пока подождали бы, то есть мы в принципе бы пока подождали, или все-таки какие-то торговые решения мы в этой связи, тем не менее, могли бы озвучить? Торговые решения, ну, что касается нас, мы держим минимальные сейчас позиции в акциях, это потребительский сектор и банки. Ну, так и есть позиции, да? Да, да, есть. Потому что многие говорят, я просто сижу в кэше сейчас, в долларе, там, на депозите даже, может быть. Позиции по доллару она принесла. Длинную, длинную, да? Да, 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 принесла свою пользу нашим управляющим. Вот. Есть позиции, которые выглядят просто интересно, ну, на которые обращали внимание международные инвесторы. Хорошо. Магнит МТС. Ну, об этом мы еще поговорим чуть позже, сейчас у нас время новостей, давайте послушаем. Ну, что ж, друзья, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Сергей Мурафер, начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Агана», и Олег Шагов, аналитик «Промсвязьбанка». Мы обсуждаем, как всегда, текущую ситуацию на финансовых рынках, на отечественном, на зарубежных в том числе. И фраза, меня заинтересовала, Олег, на американском рынке, ну, похоже, да, движение, похоже на ожидаемую долгожданную коррекцию. Это действительно так, на твой взгляд? Да, пока мы видим, что после заявлений господина Бернанки, американские инвесторы, в общем, несколько с пессимизмом восприняли перспективы сворачивания ФРС программ, стимулирующих, которые она пока продолжает поддерживать в том же объеме, как и говорила. И здесь мы видим по индексу S&P, что он опустился ниже отметки 1600 пунктов, поддержка пробил. В принципе, он может лубить свое снижение. На мой взгляд, есть там более серьезный уровень, это где-то в районе 1540-1550 пунктов. Более основательно это чуть ниже 1500 пунктов. Пока он ниже 1500 пунктов не опустился, я бы сказал, что все это коррекция к тому шестимесячному затяжному росту, который выбросил американские фондовые индексы на исторические максимумы. Ну, надо сказать, что, в общем, это соответствовало тем данным оптимистичной макроэкономической статистики, которые мы даже получаем. Вот вчера только вышли данные по потребительскому доверию США, по рынку жилья, по заказам товара длительного пользования, которые показывают, что, в общем, американская экономика, это, пожалуй, единственное светлое пятно макроэкономики вот среди стран там G20, скажем. Среди всех остальных пятен. Среди всех остальных пятен. И поэтому, в общем, американский рынок чувствует себя пока, на мой взгляд, лучше других. Есть определенные проблемы в еврозоне, но там основная интрига заключается в том, что начнет ли европейская экономика выходить из той затянувшейся рецессии, в которой она пребывает, во втором полугодии, как, собственно говоря, и предполагают монетарные власти, еврозоны. Или там ситуация не улучшится, скажем. Может быть, даже ухудшится в каком-то плане. Есть определенные проблемы, как мы видим в Азии. То есть Китай начала потрясывать в связи с замедлением темпов экономического роста. И проблемы ликвидности появились в связи с этим у китайских банков. И мы видим, как лихорадят межбанковские рынки. Это, безусловно, отражается тоже в целом на рынках сырья, на настроениях инвесторов. Вот вкратце я бы так охарактеризовал. Сережа, возвращаясь к Америке, да, вот это движение на фондовом рынке Америки, действительно долгожданные коррекции, или это просто реакции краткосрочные на выступление Бернанки на прошлой неделе? Хотя, с другой стороны, надо, конечно, наверное, подчеркнуть, да, что действительно при снижении рынка акций мы видим рост доходности по долговым обязательствам Соединенных Штатов. Я склонен думать, что это действительно долгожданная коррекция, при том, что она такая не страшная, не такая страшная, как в Японии, в Китае и так далее, на других рынках, она вполне в рамках модели, которой мы там следуем. Я хочу отметить, что заявление Бернанки, оно не то, чтобы было там пессимистичным, оно просто, на мой взгляд, дезориентировало инвесторов. Дезориентировало в каком смысле? Они надеялись одно, а слышали другое? Нет, это, я думаю, что инвесторы будут дезориентированы в своем поведении, в оценке показателей, которые будут уходить в ближайшее время. То есть, да, бывает в конце повышательного цикла, когда уже маячит повышение ставок, и у инвесторов такая, получается, инверсная логика. Когда выходит хороший показатель, они думают, ну вот, перегрев, повысит ставки. Выходит плохой, значит, ага, значит, все не так хорошо, значит, ставки не повысят, и продолжим рост. Сейчас, на мой взгляд, такой однозначной реакции не будет, ни на какие показатели. А не будет почему? Потому что инвесторам не сказали конкретные цифры? В том-то и дело. Вместо того, чтобы внести ясность, Бернардки, на мой взгляд, внес больше элемент неопределенности. И какие показатели, насколько они будут хороши или плохи. С одной стороны, сейчас нужно, чтобы экономика устойчиво демонстрировала рост и заработала. Но с другой стороны, если это будет слишком быстро и слишком хорошо, значит, это будет маячить завершение куе близко. И, на мой взгляд, это приведет к существенному росту волатильности. Я думаю, что коррекция еще будет достаточно глубокой. Это в ближайшие месяцы, да? Это летом может как раз случиться, да? Думаю, да. Когда никто особенно не ожидает. Олег, если говорить об ориентирах, да, которые Федрезерв все время нам предлагает, как всегда, да, в очередной раз подчеркнул Бернанке, что прежде всего смотрит на занятость населения, да, по-моему, там 6,4-6,5% безработицы должна быть, да, или, может быть, там чуть ниже. Вот. Потом, значит, он говорил о таргетах по инфляции. Вот, на твой взгляд, действительно, ориентиры-то есть для рынка? К чему стремиться, что называется? Или все-таки это все размыто? Есть ориентиры, но Бернанке не сказал ничего о темпах, каким он будет сокращать программы стимулирующие. Это может быть более мягкий темп. Они могут просто ничего не делать и гасить те бумаги, которые имеют в своем портфеле постепенно. Таким образом, сокращая рефинансирование, могут более активно продавать бумаги. Кстати, у него была в Бернанке еще одна, на мой взгляд, немаловажная вещь, заявление. Он сказал, что инфляция будет стремиться к долгосрочному ориентиру в 2%. По последним данным, он где-то в районе 1,4-1,5 сейчас. Соответственно, мне представляется, что именно это подвигло доходности американских гособлигаций, десятилетних, на столь значительный рост. Потому что исторический спред инфляции к доходности американских облигаций, это приблизительно 100 боистых пунктов. То есть, если мы говорим о инфляции сейчас, 1,4, то это 2,4 инвесторам интересует как минимум. А если мы говорим о той цели, которую ФРС озвучивает, 2%, то это, соответственно, 3%. Соответственно, где-то между 2-4 и 3% доходность, она как раз, по-моему, дошла до уровня 2,7. 2,6, по-моему, там был максимум. Да, и где-то начало там пытаться скорректироваться. Соответственно, какие-то действия ФРС не стала предпринимать сразу же. Она отложила их. Может быть, она начнет действовать осенью. Но это будет зависеть от тех данных макроэкономической статистики, которые выходят. А может быть, и воздержится от каких-то шагов. И, собственно говоря, вот этот элемент неопределенности, он игровой момент, который начали отторговывать рынки. Всплеск волатильности последовал и на американском фондовом рынке. Мы видим там и возможность сейчас некоторой коррекции вверх от тех достигнутых уровней. И продолжение снижения. То есть, там такой игровой момент. Формально не достигли еще достаточно интересных уровней. В рамках той коррекции есть куда еще снижаться. Но в то же время могут и отыграть наверх. Поэтому я бы охрекеризовал вот там такое состояние, как некоторая... Неопределенность. Неопределенность в плане того, что рынок может отыгрывать поступающие данные макроэкономической статистики. Причем даже наоборот. То есть, если они будут очень сильными, то рынок будет их воспринимать пессимистично. Поскольку ФРС может более высоким темпом снижать объемы, стимулирующие программы. И наоборот. Если статистика будет выходить относительно слабой, но не ужасная. Но ужасные статистики, они тоже упадут. То есть, существует некоторый такой вот интервал, в котором, возможно, игровая динамика. Что касается нашей ситуации, то мы, в общем, в свою роду находимся в какой-то уникальной ситуации. В том смысле, что очень долгое время федеральная резервная система накачивала мировые рынки своими денежными средствами. И теперь заявила о том, что она не то, что прекратит, но она собирается прекратить это делать. Естественно, пошел отток с развивающихся рынка. И мы это чувствуем на российском рынке. Ну, мы это почувствовали гораздо раньше. И на рубле. В целом, мы видим непосредственно с фондового рынка идет отток. И идет отток с российских облигаций, фондов облигаций, с российского облигационного рынка. Поэтому неудивительно, что мы находимся чуть ниже, чем должны были бы находиться. Хотя, в принципе, относительно каких-то фундаментальных показателей, типа стоимость российского фондового рынка, индекс РТС, деленный на цену на нефть, мы пока находимся вблизи нормальных уровней. Там 12+, мы это держим и ниже не опускаемся. Только в кризисный период 2008 года мы ходили где-то по отношению к этому показателю ниже 10, опускались 9. Но пока вот здесь нельзя сказать, что мы сильно как бы дешевы. И по отдельным секторам тоже, если посмотреть, да, у нас дешевая нефтянка, дешевая металлургия в силу тех причин. Глобальных все-таки, да, проимущественных? Да, рынка сырья. Но в то же время потребительский сектор себя чувствует замечательно. Там магнит бьет какие-то там исторические максимумы свои. И в целом сектор прибавляет по итогам года. То есть здесь надо смотреть, на мой взгляд, отдельно уже по секторам. Выборочно, выборочно надо смотреть. Сереж, если вот тему продолжить, ситуации на развивающихся рынках именно, да, то есть мы, Россия, как развивающийся рынок, не стоим особняком, да, от того же БРИК, да, от ИТИ, от Китая, от Бразилии, да, и других похожих примеров. То есть это некая тенденция все же, да? Да, безусловно. Причем и Бразилия, и Китай, они снижаются сильнее нас. Но тут, на мой взгляд, сыграло роль то, что, на мой взгляд, после кризиса российский рынок стал аутсайдером в смысле внимания инвесторов. И все, что могло быть из него серьезно выведено, уже выведено. Соответственно, мы сейчас в каком-то так вот долгоиграющем таком боковом диапазоне движемся, без особых всплесков, без особых снижений. И вывести нас отсюда там серьезно вниз может быть только, может только какая-то серьезная катастрофа. Вот. То же самое относительно какого-то сверхъестественного роста. То есть тоже в силу ряда причин там политических, экономических, это тоже мне представляется маловероятно в ближайшее время. Ну и если действительно вот какие-то прогнозы строить, вот этот боковик, да, ни о чем, что называется, он может продлиться какое время? До конца лета, до конца года, до конца столетия? Ну, до конца года совершенно определенно. То есть вот риск, о котором я говорил в предыдущей части, да, вот это вот фронтального ухода в ликвидность, он может нас выбить из него вниз, кратковременно, опять же, как в 2008 год. Вот вверх, ну, я не вижу суперповодов для сильного ралли. Ну, понятно, что для ралли. Мы закладывали по нашим моделям доходность там порядка 10% в этом году, но это будет вот по текущим, в текущей ситуации это будет сверхоптимистично, конечно. Даже 10% сверхоптимистично, да. Ну, в принципе, можно говорить, да, доходность можно сделать там каких-то действительно точечных. Да, да, безусловно. Ну, я сейчас говорил о рынке в целом. Есть, безусловно, имена, которые Олег упомянул. Магнит. Ну, сейчас, собственно, давайте после новостей как раз поговорим о конкретных вещах. Сейчас новости на Финам.ФМ. Послушаем и продолжим наш. Итак, дорогие слушатели, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я напомню, сегодня обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. В частности, сейчас начнем говорить уже более детально о рынке российском, ну и вообще о состоянии российской экономики, наверное. На этом можем поговорить. Я напомню, сегодня в гостях у меня Сергей Мурафер, начальник аналитического отдела, управляющий компанией Огана и Олег Шагов, аналитик Промсвязьбанка. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Пишите, звоните, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мнениями на этот счет, как вы видите текущую ситуацию. Ну что ж, вернемся на российский рынок, Олег. Давайте тогда поговорим о том, действительно, при всей вот этой вот инфантильности, да, и российского рынка, ну и может быть, так сказать, некой экономической ситуации в целом, все же какие-то идейки конкретные, да, точечные идейки можно найти. Ну, я так понимаю, все-таки они будут, если и найдены, они будут спекулятивны, да, наверное, это все же глобальные какие-то там, да. Они будут спекулятивны, потому что нет общего растущего тренда на российском рынке акций. Если мы посмотрим сейчас на уровень индекса РТС или индекса МВБ, то мы увидим, что точно такие же значения этих фондовых индикаторов мы видели в 2006 году. То есть, 7 лет назад инвестор, который пришел и вложился в российский рынок, в корзину по индексу, к настоящему моменту не заработал бы ничего, за исключением дивидендов. А с учетом инфляции он бы даже потерял. Я сразу вспоминаю, ну, в рамках финансовой грамотности населения, что называется, да, то есть у нас основная идея, когда мы агитируем за фондовый рынок, за инвестиции, да, так сказать, обычных домохозяйств, да, частных инвесторов на фондовый рынок, мы говорим именно о долгосрочных каких-то, да, возможностях, что, ребята, вот посмотрите, если бы вы, вот там, да, миллион лет назад купили бы акцию Сбербанка, то сейчас бы были бы все в шоколаде. А вот здесь даже, даже и это, да, очевидная вроде бы вещь, и даже она не работает. Вот беда-то какая. Ну, неудивительно, поскольку мировая экономика и российская попала в определенный период турбулентности, связанный с мировым финансовым и экономическим кризисом. Ткань экономическая рвется тут, там, естественно, какие-то одни компании выигрывают от этого, другие проигрывают, и поэтому здесь важно определять правильно то, что вы покупаете, на какой срок вы покупаете, и совершенно очевидно, что стратегия просто купил и держи, но пока, вот, к сожалению, она не работает. Может быть, когда экономическая ситуация у нас улучшится, мы будем по-прежнему расти, там, темпами 5-6 или 7% в год, эта стратегия заработает. Ну, пока российский экономический рост слабый, а наша экономика в основном зависит от цен на сырье, мы видим то, что видим. Да. Соответственно, есть какие-то исключительно спекулятивные идеи в связи с тем, что что-то перепродано, что-то, наоборот, слишком сильно выросло, и можно продать в расчете для того, чтобы купить. Либо что-то там ведет себя в рамках бокового диапазона, либо что-то может принести неплохие дивиденды, и вот вокруг этого крутятся все основные идеи. То есть, если говорить о дивидендах, то, по-моему, МТС собиралась во втором полугодии платить дивиденды за первое полугодие. Сейчас котировки акций компании подошли к урону 250 рублей. Компания обещает и в перспективе платить достаточно высокие дивиденды, у нее большие планы на ближайшие три года. В связи с этим мне представляется эта бумага интересной, в том смысле, что не надо покупать все и с плечом, а вот как бы подбирать этого бумагу в расчете на хорошую дивидендную доходность, на ориентире нескольких лет, вполне, на мой взгляд, разумно. Соответственно, другая дивидендная история – это норильский никель. Хотя цены на металлы падают, но, тем не менее, компания обещала за счет повышения эффективности собственной работы, это снижение затрат, сокращение инвестиционной программы, тоже выплачивать инвесторам достаточно высокие дивиденды, и поэтому здесь тоже представляются интересными эти акции, но, к сожалению, они пока находятся в рамках среднесрочного нисходящего тренда. Надо быть аккуратным, потому что в какой-то момент, если в очередной раз в Китае что-то случится, после чего рухнут цены на металлы, норильский никель нужно будет ловить на 5-7% ниже. Бумаги, которые ходят, например, исходя из корпоративных новостей. Вот Новотек в последнее время реагирует бурно на все новости, связанные с реализацией его проекта «Ямал-СПГ». Соответственно, прошли новости, акция выросла, потом какое-то время охлаждается, сползает, ждем очередной порции новостей. Вот, безусловно. Можно сказать, что прошли новости, акция выросла, именно реакция на эту новость, а потом народ, который в этом поучаствовал, просто закрывает позиции, фиксирует прибыль. Закрывает позиции, да, и ждет следующей новости. Ну, то есть есть как бы общий тренд такой вот новостной, позитивный, но новости не идут каждый день, они идут волнами, что-то готовится, что-то обсуждается. Идет, даже я бы сказал, какая-то предварительная реакция в ожидании этих новостей, потом они поступают, все фиксируют прибыль. На мой взгляд, котировки акций Новотека находятся в среднесрочном растущем тренде. Целевой ориентир где-то на интервале, там, может быть, несколько месяцев, 370 рублей. Но сейчас акции выросли, там, буквально в последнюю неделю очень сильно, и, возможно, там какая-то коррекция. То есть надо дождаться этой коррекции, да, для того, чтобы опять... То же самое касается Роснефти. Прошел Петербургский экономический форум, была масса оттуда совершенно позитивных корпоративных новостей. Тоже акции чисто технические вышли из своего нисходящего клина вверх, достигли каких-то целевых ориентиров, тоже могут начать корректироваться, но, в принципе, в долгосрочной перспективе бумага тоже интересная. Там уже обещают увеличивать дивидендные выплаты в течение долгого времени. И, пожалуй, вот если брать нефтенные фишки, наверное, вот самое интересное. Самое интересное. Из нефтенных фишек. То есть, ну, по крайней мере, да, из того, что происходит сейчас в Роснефти, да, перспективы у нее наверняка? На долгосрочном временном горизонте, я думаю, что пока от перспективы Роснефти, в том числе и в вопросах, связанных с зажженным природным газом, компания хочет заняться этим, тоже достаточно хорошее. Это не означает, что она не может обратно просесть там на 5 процентов. Это понятно. Мы всегда повторяем, что здесь 100% гарантии никто не дает. Сереж, поделись своими наблюдениями, какие интересные идеи сейчас на российском рынке есть. Ну, я добавлю к тому, что сказано, что Новотек, если мы будем кому-то советовать покупать, надо иметь в виду, что бумага очень волатильная. Сейчас ее поддерживает программа выкупа, и она идет безоткатно. Но, в принципе, для нее свойственны такие достаточно серьезные просадки, и надо быть к этому готовым. Роснефть, безусловно, новости прежде всего по контракту с Китаем, и главным образом по авансу, который позволит серьезно снизить долговую нагрузку компании. И новость, которая сейчас обсуждается, это покупка башнефти, сыграет, на мой взгляд, точно такую же роль, как сыграла покупка ТНК-БП. То есть компания будет выходить на новый, скорее всего, уровень. Правда, после этого, возможно, всякие нюансы, когда будет выходить отчетность. Ну, безусловно, конечно. Нюансы были и, как мы знаем, когда, да, в истории ТНК. А так, наши фавориты в этом году не изменились. Это у нас так называемая стратегия МММ. Страшное название вашей стратегии. Расшифруй сразу, что это такое. Это МТС, Магнит и Мегафон. Я так понимаю, вы так внутри ее назвали. Да, конечно. Такая корпоративная хохмочка. Бумаги, на мой взгляд, в нашей ситуации неубиваемые. То есть это потребительский сектор. То есть то, что компания ориентирована на конечного потребителя. Про МТС Олег сказал. Это действительно хороший такой генератор кэша. Неплохая дивидендная доходность. Мегафон очень удачно разместился. И по его отчетности, по показателям, в общем, еще имеет хороший потенциал роста. Ну, Магнит – это компания, которую можно пересчитать по пальцам, на которую обращали внимание большие инвестбанки еще в конце прошлого, в начале этого года. Это одна из лучших компаний вообще Восточной Европы. И доля его не будет сокращена по воздревому будущему никак. Поэтому любые просадки несколько процентов надо использовать для того, чтобы наращивать позицию. Как раз мы говорим, что долгосрочно магнит обречен на рост цен на акте, по крайней мере. А любая коррекция, как раз, возможно, хорошо ее купить. Это может негативно, может быть, повлиять слух о возможной покупке магнитом монетки. Но это не факт, что это состоится, потому что по предыдущим заявлениям господина Гальцкого, они в Москву так старались обходить стороной, то есть это лишние затраты. Но если это состоится, там надо будет считать, смотреть, считать стоимость сделки, как это будет финансироваться и так далее. Вот это может повлиять в какой-то момент негативно, но это, скорее всего, будет краткосочная коррекция. Ну, стоит обратить внимание на Солерс. По своим показателям, этот производитель тоже входит в число наиболее эффективных компаний и отрасли вообще в мире, не только в России. Имеет вот такую хорошую долгосрочную перспективу. Давайте мы прервемся ненадолго. У нас есть звонок, ответим на вопрос. Татьяна Сергеевна, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Да-да, будьте добры. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, пожалуйста, вы могли что-нибудь сказать о акциях Ростелекома? Конечно, могли. Идите, только вопрос, Татьяна Сергеевна. Вы рассматриваете их в качестве инвестиций или уже они у вас есть в портфеле? Они у меня есть немного. Немножко есть уже, да? Хорошо, Татьяна Сергеевна, спасибо за звонок. По поводу Ростелекома, коллеги, что-то посоветуете? Ну, мне кажется, их надо предъявлять к выкупу. Дело в том, что там должно состояться собрание акционеров, связанное с объединением связи инвестирования. Ну, по-моему, в этих числах, 20-х числах июня. Вот, безусловно, нужно либо не принимать в нем участие, либо, участвуя, голосовать против. И там цена выкупа была озвучена для обыкновенных акций, по-моему, 136 рублей. К сожалению, вы сможете продать не все акции Ростелекома, которые предъявляете к выкупу, но, тем не менее, это гораздо выше текущей рыночной цены, которая там где-то в районе 90 рублей. 90 рублей, да. На мой взгляд, акции Ростелекома сейчас достаточно дешевы, но это не значит, что они могут быть еще дешевле. То есть, в принципе, вы можете... Это не могут быть еще дешевле. Не могут быть еще дешевле. Вы можете, если вы желаете остаться акционерам Ростелекома на долгосрочную перспективу, предъявить акции к выкупу, а потом купить этих акций уже в два раза больше. На вырученные деньги купить МТС. Тоже вариант, кстати. По поводу Ростелекома добавишь что-то, Сереж? Нет, мне нечего добавить. На мой взгляд, Ростелеком из наших телекомов, он проигрывает и Мегафону, и МТС. Их бизнес, мне видится, более перспективно. Поэтому не вижу смысла сейчас держать. Без серьезного мобильного оператора Ростелеком, мне кажется, проиграет эту гонку. Без серьезного мобильного оператора. А в этом случае, каким образом он может на рынок этот выйти? У него шансов-то практически никаких. Никаких, в том-то и дело. Фиксированная связь, ШПД, ну это уже прошлый век. Сейчас интернет, прежде всего мобильный интернет, интернет будущего. Вот, если они в эту нишу не войдут, то, в общем, это только цена проводов. А шансов войти в нишу нет? Ну почему? Ну, купить что-то не нужно. По-моему, там шли разговоры о возможности объединения стиля 2, но там ВТБ что-то планирует делать. Я не знаю, насколько получится. Есть планы приватизации Ростелеком. Это не значит, что текущее состояние дел останется таким на все оставшееся время. Компания, на мой взгляд, фундаментально сильная и имеет очень большой потенциал. Вопрос только в реализации этого потенциала. Ну, тем не менее, отвечая на вопрос нашей слушательницы, да, все-таки рекомендации такие. Воспользоваться, да, выкупом и избавиться от этих бумаг, а при желании, собственно, войти в них, ну, по более выгодной цене. Хорошо. Хорошо. Осталось у нас немного времени. Значит, уважаемые слушатели, я хочу напомнить. Телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Вы можете позвонить или написать нам сейчас в прямой эфир, задать свои вопросы, как сделает Татьяна Сергеевна, и получить квалифицированный ответ. Привет. Напомню, что в студии сухого остатка сегодня Сергей Мурафер, начальник аналитического отдела, управляющий компанией Агана, и Олег Шагов, аналитик промсвязь банка. Ну, и сейчас, собственно, время новостей. Как всегда, мы прервемся, послушаем внимательно эти новости, а потом продолжим эфир. Итак, друзья, продолжим эфир. Последняя часть нашего сегодняшнего эфира осталась 12 минут. Тут напомню, что сегодня в сухом остатке мы обсуждаем текущую ситуацию на отечественных площадках и выделяем события, которые сейчас определяют движение, собственно, наших бумаг. Продолжим разговор о том, чем могло бы быть сейчас, да, интересно, чем мог бы сейчас интересен российский фондовый рынок. Ну, вот, в частности, несколько идей уже были названы. Еще что-то можно добавить, Олег? Ну, как идея, можно развить программу выкупа. Дело в том, что сейчас выкуп делает не только Новотек, но и ряд других компаний. Тут стоит отметить, прежде всего, Уралкалий, который миллионами долларов выкупает свои акции с рынка. Если говорить о поведении акции Уралкалия, то там, скорее, боковой диапазон. Ну, и тут, пожалуй, нужно играть как бы вот в боковом диапазоне. Он, правда, в последние недели в связи с ухудшением ситуации на мировых рынках и достаточно большим объемом уже выкупленных бумаг чуть-чуть сдвинул свой боковой диапазон вниз. Но в предыдущие полгода он в этом диапазоне ходил так, что там практически на любом уровне поставь заявку на рубль выше. Ну, сейчас этот диапазон просто сместился несколько ниже, но суть осталась той же. Причем можно делать внутри дня, смело. То есть это чисто спекулятивная стратегия, которая может отторговываться в рамках бокового диапазона. Еще одна идея выкупа, как, опять же, общая идея выкупа, а конкретно Мечел заявлял о желании начать выкуп акции с рынка, АДР с рынка, но пока он не объявил ничего более конкретного. Вот, с точки зрения техники, происходящее там выглядит пока как некий флаг в рамках нисходящей тенденции. Соответственно, там есть такой интересный технический момент купить и посмотреть, что будет с коротким стопом. Если начнет пробивать этот флаг вниз, уйдет там на более низкие уровни, соответственно, можно попытаться будет опять вернуться в эти бумаги на более низких уровнях. То есть вот отслеживать те программы выкупа, которые объявляют эмитенты. Эмитенты, соответственно, в этом случае акции получают какую-то поддержку, и от этой поддержки нужно ее технически определить. Те уровни, на которых стоят те компании, которых подрядил эмитент. И от этих уровней пытаться играть наверх в покупку. Я понял. Давайте еще прервемся, у нас есть звонок, послушаем его. Александр, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Да, добрый день. Здравствуйте. Скажите, вот, хочу задать вопрос, какие вообще перспективы в настоящее время купить, ну, в частности, акции Сбербанка по ценам, которые были в кризис 2008 года. И какие ждать сигналы с рынка, которые будут пришествовать вот таким событиям. То есть правильно я понимаю, что вы надеетесь увидеть в ближайшей, ну, или в какой-то среднесрочной перспективе цены, да, в акции, в обычке Сбербанка, которые были до 2008 года? Ну, как говорят, на рынке все повторяется. Поэтому, как бы, жду такого момента удобного для входа в рынок, да, для покупки акций. И вот этот, конечно, идеальный был бы момент для входа. Безусловно. Вот. И хотелось бы узнать, вообще ждать этого или бесполезно уже. Таких цен уже не будет. Но если будут, то в случае, допустим, каких-то потрясений, да, таких подобных 2008 года, до какого уровня может просесть цена на акции Сбербанка? Или какие акции могут выстрелить после кризиса? Вот, допустим, до 2008 года на рынке гремел Газпром, да, после кризиса Сбербанк. Вот. Что может сейчас случиться, если какие-то потрясения случатся? Спасибо за вопрос. Спасибо, Александр. Ну, по поводу Сбербанка сначала, Сергей. Нет, я хочу сказать. Александр, я не согласен с вами абсолютно по поводу Газпрома. Газпром уже лет 10 не блещет. Не гремит. Вообще никак не гремит. Вот. По поводу Сбербанка, ну, я даже не стал бы называть какие-то конкретные ценовые уровни. Вы сами все увидите. Ага. Когда фондовый рынок и ситуацию на биржах начнут упоминать в первых строках новостей. Как в 2008 году. Да, первые лица начнутся остановки торгов. Тогда смело можете брать свои деньги. Ну, я бы не стал заходить с плечом, потому что в эти моменты будет очень высокой волатильности. И вы можете потерять свои средства. А на свои сбережения смело покупать. Ну, вот. По поводу Сбербанка я с вами соглашусь. Ну, то есть логика такая, что независимо от того, да, сколько будет стоить на тот момент, да, какая-то бумага. Главное, что вот вы видите, что это действительно кризис. Что все падает или там уже упало. И это как раз повод для того, чтобы это все покупать. Да. Ну, по поводу все единственное, что ли, Олег. Все надо покупать. Наверное, не все. Не все. Ну, так, в частности, по поводу Сбербанка. Как ты видишь? По поводу Сбербанка, ну, в настоящий момент я не вижу возможности, чтобы Сбербанк достиг таких цен. До кризиса. Которые были там в кризис. Наверное, речь идет о 15-20 рублях. Мне трудно сказать, о каких цен ждет инвестор. Ну, мне кажется, ждать это не самая лучшая стратегия. Лучше играет в направлении текущего движения рынка. Потому что, если действительно произойдет какой-то глубокий кризис, то есть разные варианты того, как это будет происходить. В 2008 году мы имели достаточно быстрый отскок. Ну, относительно, может быть, несколько месяцев всего поболтались и выскочили. В то же время нельзя исключать, что мы можем прийти на какие-то достаточно низкие цены и провести там очень долгое время. Более того, фондовый рынок может по каким-то причинам быть, оказаться закрыт и начать торговать через год или через два. Ну, то, что Сергей говорил. Я, кстати, извини, я нашел график старый, ну, в смысле, исторический график Сбербанка. В 2008 году 17 рублей стоила бумажка. 17 рублей. Вы можете купить дешевые акции и потом не будете иметь возможность продать их в силу каких-то причин очень долгое время. Будет ли это для вас хорошей инвестицией, в том случае, если опять начнется галлопирующая какая-то инфляция? Нет, по сути, вы получаете или зарабатываете на фондовом рынке только тогда, когда есть определенная тенденция. То есть, вы распознали эту тенденцию, примкнули к ней и через какое-то время с нее... Начали получать. Да, получать и закрыли свою позицию. А вот если говорить о Сбербанке, Олег, сейчас какая тенденция? В Сбербанке, на мой взгляд, сформировалась двойная вершина в стиле Ева и Адам. На графиках. А там он такой более острый, а Ева такая, более пологая. И ориентиры там, ну, существенно ниже 90 рублей. Пока мы движемся в этом направлении, ну, достаточно вял. Могли бы и порезвее туда идти. Но это не значит, что эти ориентиры будут выполнены на все 100%. Существует определенная надежность срабатывания подобных фигур. Я бы тут посоветовал слушателям обратиться к книге Булковского. Там, в общем, все это подробно в энциклопедии технических индикаторов написано. Это фигуры, с какой вероятностью срабатывают, каких уровней достигают. Ну, я предположу, что наш слушатель Александр, все-таки, он не такой доков в техническом анализе. Он, я показал, рассуждая с точки зрения обычного человека, который хотел бы поучаствовать в инвестициях. Вот он и говорит, что, а вот если подешевле бы покупить Сбербанк, до кризиса будут такие цифры? Ну, вряд ли будет. Ну, вряд ли. Все-таки такого кризиса ликвидности, а именно с этим были связаны такие низкие цены, когда продавали, неважно по какой цене. Конечно, того же нужны деньги были, конечно. Сейчас, ввиду того, что дешевых денег еще пока у всех много, я такого тоже пока не вижу, конечно. Понятно. Хорошо. Хорошо, давайте еще у нас есть несколько, некоторое время. Значит, я хотел бы поговорить с вами о динамике рубля. Ну, в нынешнем, по крайней мере, последние события нескольких дней заставляют постоянно к этой теме возвращаться и с точки зрения технического анализа, и с точки зрения фундаментальных событий, причем событий внутри России и за ее пределами. Если можно, Олег, значит, определить причины этого движения, наверное, их ни одна и ни две, может быть, и какие-то перспективы, что будет происходить с рублем, на твой взгляд, в ближайшее время. Ну, безусловно, основная причина – это конъюнктура мировых финансовых рынков. Тут стоит, опять же, вспомнить то, что ФРС объявила о мерах сворачивания своих стимулирующих программ, что, собственно, способствовало укреплению доллара США и бегству инвесторов от рисков с развивающихся рынков, в том числе. Как мы уже говорили, из России отмечается отток капитала, по-моему, на Петербургском экономическом форуме говорили о том, что отток капитала в мае оказался неожиданно большим, превысил в два раза апрельский. То есть мы видим, что есть факторы, которые оказывают давление на рубль. Тут же стоит отметить и снижающиеся цены на нефть, в целом ухудшение конъюнктуры солевых рынков, уменьшение сальдоторгового баланса российского, ослабление экономической конъюнктуры, темпы роста российского ВВП снижаются. Мы пока еще не в рецессии, но, тем не менее, особого оптимизма по поводу экономического роста не видно. То, что мы видели, в принципе, вписывается в обычные движения по ослаблению рубля. Мы с вами, по-моему, в прошлый раз или в одной передаче назад говорили, что рубль зачастую делает такие движения, особенно в августе он любит как-нибудь так подскочить, масштабом несколько рублей. Дело в том, что Минфин в августе собирается выйти с покупками валюты для наших резервных фондов. Это может тоже способствовать ослаблению позиции рубля, ну, там, на один, на два рубля. Это будет в августе, а рубль упал уже, вот, слава богу. А вот дело в том, что рынок уже... На опережение. ...получив информацию о том, что, в принципе, готовятся подобные действия, он заранее начинает отыгрывать это все. Тут стоит также отметить и то, что, в принципе, наш Центробанк собирается снижать процентные ставки, что тоже является фактором в пользу ослабления рубля. Тут очень много, таким образом, видим, набирается факторов, которые даже вот и меньше бы хватило. Но мы не видим очень сильного резкого ослабления рубля. В принципе, он может и дальше продолжить ослабить, но, наверное, не в короткой перспективе. Сейчас мы к концу квартала и полугодия подошли к некоторому уровню по бивалютной корзине, который, видимо, защищает наш Центробанк. — Сереж, два слова буквально. Ты видишь, какую перспективу в рубле. Ослабеть будет дальше? — Да, да, я считаю, что он будет ослабеть дальше. То есть уровень 34-35 вполне разумным будет, учитывая еще развернувшуюся дискуссию о необходимости или нет. — Девальвация. — Девальвация. — Хорошо, спасибо. Огромное время закончилось. К сожалению, еще раз я представлю моих гостей. Олег Шагов, аналитик промсоведбанка, Сергей Мурафер, начальник аналитического дела, управляющий компанией Агана. Сегодня были в сухом остатке. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Как всегда, услышимся завтра. Всего хорошего, успехов на рынке.